День с толком Меня зовут Кирилл Политов Здравствуйте Это прорыв Какие технологии готовы применять После открытия деревообрабатывающего комплекса В Павловске Вот это мужик Пусть в семье будет Добро, любовь, мир Успехов вам, здоровья и счастья Как жителю Камня-Наби Удалось собрать тысячи подписчиков И лайков Наркотикам точка нет Пришел я к этой мысли Порядка семи лет назад Видя Своих друзей, знакомых Сегодня в день борьбы с наркоманией Рассказываем, есть ли жизнь после длительной зависимости Экологически чистый, современный, мощный В Павловске запустили крупнейший в Сибири деревообрабатывающий комбинат Краевые власти, лесники и местные жители Пожалуй, все в регионе возлагают на новое предприятие Огромные надежды Почему запуск комплекса должен стать настоящим прорывом в лесной отрасли Не только края, но и всей страны Уяснял Илья Кочетков К этому повороту рычага не шли целых два года Идея построить высокотехнологичный комбинат по обработке древесины Витала в регионе давно Об этом, в частности, говорили на специальном совещании по лесопользованию Которое прошло в Алтай лес Участники были едины во мнении Нынешняя система лесопользования несовершенна В том числе из-за нее алтайские леса стремительно стареют Заполняясь переросшими деревьями, бесполезными для экологии и даже опасными Выход – комбинат глубокой переработки древесины Ведь здесь буквально из деревянного мусора производят современные плиты МДФ Очень востребованный сегодня на рынке материал для строительства и производства мебели В запуске комбината все практически перерабатывается Отходы коры, любая щепа, все эти опилки – все здесь Если она по каким-либо критериям не подходит под плиту Дальше она перерабатывается, дает тепло, электроэнергия Создатели комплекса называют это биотехнологией в действии Руководство холдинга подчеркивает Запуск предприятия – вклад в экологию региона или даже больше мира Ведь низкосортная древесина получает здесь буквально вторую жизнь Это углерод, который мы сегодня связываем в плите Так бы эта древесина сгнила, углерод бы выбросился, поглотился бы кислород и все дела Вот вся экология А тут мы сделали в плиту, плита пойдет в мебели Может быть 100, может быть 50 лет будет в мебели С выходом на проектную мощность, на это понадобится примерно год Мощность дока составит 250 тысяч кубометров в год При этом налоговые отчисления могут превысить полтора миллиарда рублей В то же время на предприятии помнят главные люди Для работников, а их здесь трудится больше двухсот, строят собственный поселок, рассчитанный на 70 семей Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком В Барнауле начали обсуждать генеральный план города В генеральном плане города строительство полигона ТБО в районе поселка Центральный Застройка на горной части города, где власти планируют обустроить медицинский кластер с рекреационными зонами в районе трассы здоровья и краевой клинической больницы А также строительство дороги в обход Барнаула с третьим мостом через ОПЕС Свои предложения по изменению генерального плана можно направить на сайт Комитета по строительству, архитектуре и развитию города Либо принести лично по адресу строителей 8 в 14 кабинет, лишь бы он был открыт Алтайские депутаты сегодня приняли закон об исполнении краевого бюджета за 2018 год Процедура довольно эффективная, законотворцы проект, конечно, приняли Но высказали свою критику по поводу слишком хороших окончательных цифр Судя по докладу профильного министерства, в 2018 году в краевой бюджет поступило на 20% больше денежных средств, чем в 2017 Выросли налоги и неналоговые доходы При этом федеральная поддержка края выросла на треть В целом доход краевого бюджета составил 102 миллиарда рублей, расход 93 миллиарда Профицитность бюджета вызвала сомнения у депутатов Остаются вопросы вот того планирования с разностью в 15 миллиардов рублей Цифра достаточно большая, да? И понятно, что хорошо, точнее, если это для нас были совсем не запланированные И совсем неожиданные деньги радости, пришедшие с федерального бюджета У нас принято этот прогноз называть консервативным Ну, может его назвать как-то иначе, если это слабый прогноз, если 10% как бы плюса, да, мы не спрогнозируем Может мы тогда будем вот эти излишние средства все-таки вкладывать в социальную сферу Но в остальном перед каникулами алтайские депутаты приняли целый ряд законов Они утвердили особое право многодетных семей на землю, облегчили получение компенсации Вели конкретную ответственность за вайпы Как прошла крайняя перед летним отдыхом сессия краевого законсобрания, расскажет Анастасия Дороган Выстрадали законом бездомных животных Депутаты утвердили бюджет на отлов, содержание, стерилизацию и лечение собак и кошек Вместо 8 миллионов 16, так как бронь животного в пункте передержки прописана 45 дней При этом остатки средств муниципалитетам разрешили не возвращать И даже эти деньги могут переходить и на следующий год Ну то есть мы плотно поработали с точки зрения расширения возможностей по методике Но принципиально где их содержать в следующем году Их надо содержать только в питомнике Питомников как таковых у нас нет Критерии питомников только разрабатывают на федеральном уровне Зато точка поставлена в законе о вейпах Правонарушители ждут конкретные штрафы Предупреждение либо штраф от 500 рублей до полутора То есть не очень большая Для должностных лиц от 3 до 5 и от 10 до 15 это для юридических лиц Хорошая новость ждет и многодетные семьи, которые стоят в очереди на землю Должны глубоко извиниться перед нашими многодетными семьями Мы не можем полностью по всем территориям выполнить те обязательства Которые законом Алтайского края поставлены Есть очень большая очередь Поэтому если человек в каком-либо муниципалитете найдет земельный участок Он может его получить бесплатно Почти единогласно депутаты согласились, что необходимо отчитываться о трате своих компенсаций Это деньги на аренду помещений, награды, поддержку районных объектов и коллективов Которые раньше никто не отслеживал Как будет выглядеть отчет не ясно Но известно, что сумма компенсаций будет в не больше прежней 30 тысяч Не все депутаты в Алтайском краевом законодательном собрании Имеют равные возможности, несмотря на одинаковый статус Депутаты, которые работают на постоянной основе Все-таки используют и служебный транспорт, и командировки им оплачиваются Но это другая история Что для нас было важно, что мы поддерживаем Это что все-таки сумма, как мы поняли от Андрея Геннадьевича, будет регламентирована А другие компенсации на капремонт получать будет проще Жителям теперь не нужно подавать справки об отсутствии долгов За них это сделают ведомства Небольшой нюанс, но он значительно упростит жизнь ее получателям Ветеранам труда, друженикам тыла, инвалидам и людям старше 70 лет Анастасия Дорога, Николай Шелко, день с толком Семилетней малышке Марии Играчевой из Барноула срочно требуется помощь У девочки редкая неоперабельная форма рака Но шанс на выздоровление у ребенка все-таки есть Машу готова принять зарубежная клиника Правда, стоимость лечения, как это традиционно бывает, оказалась неподъемной для родителей Попытаемся все вместе помочь Дом цветы и радужное небо Таким видится мир 7-летней Маши Играчевой Вот только яркие краски померкли Меньше 10 дней назад родители узнали, что у их Машеньки рак Четвертой стадии Болезнь протекала бессимптомно Но внезапно это весной начал немного косить глаз Мы сделали МРТ головного мозга И в результате нам поставили диагноз Диффузная глиома ствола мозга Оперировать нельзя, опухоль пробралась слишком глубоко Российские онкологи посоветовали крепиться Говорили, проживет не больше 5 лет Но родители девочки не согласны Они уверены, что у их любимой дочери будет долгая счастливая жизнь Мы приняли решение, мы уехали из больницы Приняли решение лететь в Южную Корею Чтобы обеспечить себе ребенку максимальную помощь Потому что, к сожалению, здесь, в России Мы очень благодарны всем врачам Я хочу это сказать за понимание За ту помощь, которую они здесь нам оказывают Но такого комплексного лечения К сожалению, в России мы не получим Кроме того, в Южной Корее Есть высокотехнологичное оборудование И помимо лучевой терапии Можно попробовать еще более щадящую Эффективную, протонную Если это подействует И опухоль уменьшится То ребенка смогут прооперировать Правда, на лечение за границей Нужны деньги 2,5 миллиона рублей У родителей таких средств нет Ведь они воспитывают еще одного ребенка Вы знаете, мы сидим, идут СМС Это приходят деньги Люди помогают Это невероятное благодарность Спасибо вам всем Помогают родственники Мои личные друзья И при лечении средств около миллиона уже есть На лечение в Южную Корею Семья вылетает уже сегодня Но чтобы вы понимали 2,5 миллиона рублей Это лишь первоначальные деньги Средств понадобится гораздо больше Родители Маши Также обратились в благотворительные фонды Константина Хабенского И Чулпан Хаматовой Помочь можем и мы Важен каждый рубль Давайте подарим ребенку шанс Осуществить все свои мечты Играть на скрипке Танцевать И ежедневно радовать Всех своей лучезарной улыбкой Валентина Аскерова Александр Антропов День с толком Социальные ролики в кинотеатрах Антинаркотические квест-игры И лекция о вреде наркотиков Сегодня день борьбы с наркоманией Его учредили еще в 87-м году Для наркозависимых Открыли множество центров социальной адаптации И реабилитационных центров Один из таких есть в селе Зимино Топчехинского района Там живет 15 человек О том, как они проходят лечение И с какими трудностями сталкиваются Узнавали наш корреспондент В свои 26 Юрий Заталокин Десять лет употреблял наркотики В реабилитационный центр попал после передозировки Тогда он чуть не умер Это и заставило мужчину задуматься о своем будущем Пройдя полный курс программы реабилитации Юрий решил остаться в центре Но уже не лечиться, а работать Сегодня он консультант и помогает другим вернуться к нормальной жизни Я употреблял дома И у меня произошла передозировка Меня еле успели спасти врачи Откачать, то есть я посинел Короче, я чуть не умер И после этого У меня как-то все перевернулось В голове что ли И появилось желание Что-то менять в своей жизни Я понял, что дальше жить так нельзя Несколько лет назад по инициативе Романа Девятого В Топчихинском районе появился реабилитационный центр В первую очередь здесь оказывают психологическую помощь Роман считает, у тех, кто увлекается наркотиками Вся проблема в голове Ломка и похмелье со временем пройдут А зависимость остается Самая частая головная проблема Ребят после реабилитации В том, что А у общества понимание Если это зависимый алкоголик и наркомат Значит на нем ставить нужно крест На самом деле Ребята реабилитируются И возвращаются в общество Полноценными Людьми Такая же часть общества В этом ничего такого нет В центре нашли пристанище 15 человек Из разных городов России Живут по расписанию Утром занятия с психологом А в обед спорт Здесь за каждым закреплена определенная ответственность Кто-то готовит пищу Кто-то стирает белье Сами ухаживают за территорией И подсобным хозяйством Сложности в работе с зависимыми Это то, что люди не признают Это заболевание Медицина признана Что алкоголизм и наркомания Это заболевание Люди не хотят в это верить И такая сложность Людей, которые болеют Это вывести их на осознание На осознание того, что это является заболеванием Специалисты говорят У каждого зависимого Есть шанс выздороветь Надо им только воспользоваться Но, к сожалению, не каждый После курса реабилитации Способен сдержаться Некоторые вновь подсаживаются на наркотики А вот Юрий Заталокин рад Что сила воли и центр Помогли ему вернуться к жизни Попытаться бросить пагубную привычку Может каждый зависимый В центре работает круглосуточный телефон Дают бесплатную консультацию И при необходимости приглашают приехать Если освобождается место Как правило, курс реабилитации От шести месяца до года Елена Кузовкина, Антон Васильев, Александр Антропов День с толком Про него можно точно сказать Он спортивный мужик Именно так называется Ютуб-канал самого популярного Видеоблогера из Камня на Аби Пусть в семье будет Добро, любовь, мир Успехов вам Здоровья и счастья Ох, молодец Сейчас у Владимира Сергеева Почти 63 тысячи подписчиков В своих видео он дает советы о том Как убрать злость и негативную энергию Делится опытом приготовления диетической пищи Рассказывает, как можно использовать старую ножовку В общем, дельные советы Комментариев и просмотров тысячи Напоминаю, что мы тоже есть в Ютубе Смотрите наши выпуски и программы На канале Толк Ждем ваших лайков Обязательно ставьте Завершаем выпуск Классические погоды И спонсор прогнозов погоды Компания Валар Вот на этом все Спасибо, что провели этот день с толком